Параллельная парковка, заезд в бокс, эстакада. Все как в автошколе, только на многоцелевом армейском вездеходе. Ну что ж, поехали! На такой машине призывникам предстоит освоить целый комплекс знаний. За 4 месяца обучения в Одинцовской школе ДОСАФа они смогут получить транспортную категорию С и специальность военный водитель. У нас каждый год обучается в пределах 100 человек водителей для вооруженных сил. У нас учатся не только призывники, учатся еще и контрактники, которые совершенствуют свои навыки уже во время прохождения службы. И здесь у них достаточно большое поле деятельности. Мы готовим на все водительские специальности. Начиная от водителя мотоцикла, если понадобится нашей армии и родине. И, соответственно, это и легковой транспорт, грузовой, автобус и автопоезда. Антон уже с легкостью выполняет различные задания на площадке. Его стаж вождения на легковом автомобиле 4 года. Теперь у него новая цель – освоить армейский вездеход. Тема транспорта мне, в принципе, интересная. И учусь в институте, связанном с транспортом. И хочу, чтобы моя дальнейшая служба в армии тоже связана была как-то с транспортом. Разбор строения автомобиля, отработка на тренажерах – все это тоже проходит в Одинцовской школе ДОСАФ. Военный комиссариат, в свою очередь, ежегодно отбирает и направляет ребят на обучение по военно-учетным специальностям. Мы выполнили план по отбору, направлению в автошколу. Ребята уже второй взвод, первый взвод у нас уже отучился, получили все права. И сейчас мы комплектуем команду для уже отправки в вооруженные силы. Призыв весенний у нас начинается с 1 апреля по 15 июля. Уже первых 33 выпускника автошколы отправили служить, и это отличный результат. На выходе ребята получают профессиональные водительские права и еще возможность служить в армии и работать в гражданской сфере. Ведь профессия водителя всегда востребована. Екатерина Крамр, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.